Доброго времени суток друзья! Поздравляю всех с наступающими праздниками! Желаю всего самого наилучшего! Ну а мы продолжаем наш обзор проекта Antares RP на базе GTA 5. В прошлой части мы посмотрели на ряд работ предложенных этим проектом, посмотрели на какие-то взаимодействия на этом острове, какие есть функции. Ну и давайте продолжим наш обзор со следующей работы, которую предлагает этот проект. Работу надо брать, напомню, возле мэрии. Все точки отправления оттуда. Вот оттуда мы и направляемся теперь в ближайший карьер для работы копателем, наверное, так это назовем. В прошлой части мы посмотрели, как разработчик попытался разнообразить процесс работы или сбора каких-то ресурсов. Это бы оказалось достаточно интересно. Ну давайте посмотрим, что здесь. Ну устраиваемся, естественно, на работу, как везде. Видим, что у нас появилась кирка. Ну идем на точку, встаем на триггер и посмотрим, что произойдет на этом. А здесь происходит, как видите, на экране появляются некие камешки. Вот они. И по ним надо бить мышкой. Ну это я-то, конечно, утрирую, бить мышкой. Просто кликаем курсором, три раза кликаем и он исчезает. Ну и, естественно, продолжаем. Бежим на следующий триггер и происходит то же самое. Как видите, появляется камешек. На него надо нажать, он исчезнет. И таким образом появляются три раза камешки. Мы их кликаем. Все, работа закончена. Получаем денежки. Ну и так, естественно, до того момента, пока не выскочит табличка. Ну и как мы видим, очередная работа перед нами и очередное решение разработчика по разнообразию вот этого процесса. Вот не могу сказать, насколько быстро это надоест, но как вид разнообразия мне понравилось. Автор подошел как-то креативно, что ли. Не просто подходишь и что-то делаешь, есть какое-то разнообразие. Как видим, опять выскакивает табличка, чего не хватало на предыдущих моих обзорах, когда вы не понимаете, прокачался у вас уровень, выполнили вы задание или нет. Здесь все табличками выскакивает, все очень предельно понятно. Ну и не вижу смысла долго задерживаться в карьере. Основной принцип разнообразия на этом объекте мы увидели, да, это появление неких камешков, которым надо кликать, и работа заканчивается на этом. Ну, естественно, прокачали уровень и двигаемся дальше. У нас появилась некая денежка, и я решил, что можно купить уже свой транспорт какой-то, не тот стоковый, который нам дали, а выбрать что-то более интересное, ну и заодно показать, какие машины здесь представлены в магазине, как это вообще выглядит. Ну видим, что магазин находится в том же месте, где и в стоковой игре в синглплеере. У нас встречает табличка выполненная в стиле этого проекта. Ну и видим категории машин. Категории не особо мне понятны, да, ну вот кроме там мотоцикла, например, да, это сразу понятно, что за категория. Далее, что за классика, там, ну, как бы это не очень интуитивно, но тем не менее все разбито на какие-то категории. Вот смотрим, например, да, мототранспорт представленный, его на самом деле достаточно большое количество. Пока я только не могу знать, потому что не покупал мототранспорт, есть ли у него некий багажник, который представлен в этой игре. Ну вот еще одна категория, не знаю, что эта аббревиатура обозначает, но тут какие-то типа внедорожников или, может быть, кроссоверы. Не знаю я, что это за категория такая. Да, вот мне еще предлагают машину. Как и в первой части, в самом начале я показывал, что здесь, в общем-то, всем по большому барабану. На чем ты подъехал, как ты выглядишь, главное чего-нибудь подойти и впарить. Ну, такое РПС здесь происходит, ничего нельзя с этим поделать. Ну, а мы, тем не менее, уже посмотрели какие-то машинки. Я думаю, что мне надо купить вот эту, хотя модель мне очень не нравится. Это какой-то полукопеечной шестерки. Морда вроде бы как шестерочная, но не шестерочная. Сбоку вроде как копейка, но не копейка. Хрен очень поймешь. Если в одном из своих видео на DriveRP я хвалил модели отечественного транспорта, то здесь, к сожалению, похвалить нечего. Абсолютно топорно сделанная модель, но по деньгам она мне подходит. Ее-то мы и возьмем. Таких машин, но уже тюнингованных, по острову ездит очень много. Ну, и далее нас опять встречает менюшка, разъясняющая, как взаимодействовать с машиной. Вот тут-то как раз и написано про тот самый багажник, про который я рассказывал в первой части. И о том, что топливо на острове подразделяется на две категории. Бензин и дизель. Ну, и еще о том, что можно на своей машине работать в такси. Это мы, может быть, посмотрим потом. Но пока у меня нету идей устраиваться в такси. Потому как я, ну, уверен почти на сто процентов, что никакой работы такси здесь не будет. По той простой причине, что сама РП, составляющая этого проекта, очень слабо развитая. Как я уже говорил и показывал, что это скорее фановый проект, чем РП. Далее я бежал весь магазин по кругу в поисках своего автомобиля, но его не оказалось. Его надо, оказывается, искать в планшете. Вот в отделе «Мой транспорт». Тут мы выбираем ту машинку, которую купили. Кстати, ну, лучше запомнить название, потому что названия здесь не совпадают с реальными. То есть это не «Жигуля», как видите, какая-то хрень. Вот. Тогда она появляется. И тот транспорт, который у нас был, если вы заметили, он исчез. Ну и все, садимся в машину. И как видим, модель, как я уже сказал, топорно выполненная. Спереди вроде как похожа на шестерку, но уж очень квадратные формы. Сбоку это скорее копейка, нежели шестерка. Внутри салон тоже не прорисован. Видимо, взяты какие-то текстуры от другой машины. Я просто не могу точно сказать, от чего это взято. Но, как видим, на шестерку, на копейку, ни на что жигулевская не похожа. В общем, как я уже и говорил, моделька так себе. Ну, она есть и есть. Вот. По деньгам нам она подошла. Но выполнена она, конечно, отвратительно, так скажем. Я уже показывал, как деланы модели на других проектах. Но сзади это вообще похоже на пятерку. Ну, в общем, бог его знает, такая слепленная из многих жигулевских моделей какая-то одна машина непонятного для меня происхождения. Ну и ладно, купили и купили. Пускай будет такая. Едем на следующую работу. Это работа лесоруба. Ну, про антуражность я уже ничего не говорю, потому что это GTA. GTA есть GTA. Здесь все антуражно, все действительно в том стиле сделано. Вернее, даже не сделано. А точки ставятся там, где действительно подходят по смыслу. Ну, и это не является тоже исключением. Устраиваемся на работу. И уже видим, вдали люди носят бревна. Ну что ж, бежим, посмотрим, как это выполнено. Здесь промежуточных действий нету. Мы встаем на триггер, и он начинает автоматически рубить дерево. После проруба дерева, как вы видите, вот у нас появилось бревно. Это бревно мы несем на триггер. Там, где большая куча бревен. Все, отнесли бревно. Цикл работы завершен. Ну, и дальше все, как бы, стандартненько, что ли. Колотим деревья, носим бревна. Колотим деревья, носим бревна. До характерной этому проекту таблички. Могу сказать, что, в принципе, мне понравилось. Это сделано достаточно антуражненько. Я такого не видел еще. Это первый проект из тех, на которых я уже побывал, где представлена вот такая форма работы. До этого ничего подобного я не видел. Еще можно заметить, что я здесь присутствую не один. Здесь еще какое-то количество народу, и все занимаются тем же самым. А причина того, что народу много, не потому, что все новички. Нет. А потому, что, когда вы этим занимаетесь, вам выпадают нужные ресурсы. Для чего они нужны? Пока я еще не разобрался. Но они выпадают, и они людям нужны. Поэтому, независимо от того, какой у вас уровень, вам все равно придется прийти сюда, чтобы поколотить эти бревна, потаскать, и чтобы вам выпали вот эти необходимые ресурсы. Очень надеюсь, что чуть-чуть позже мы в этом разберемся. Пока просто не доходят до этого руки. Но это еще один плюс проекта, потому что он заставляет тебя взаимодействовать с тем, что представляет собой объект, что он тебе предлагает. Ну, мы закончили нашу работу, и отправляемся дальше. Ну, а дальше-то мне далеко уехать ей не удалось. Немного не справившись с управлением, то есть, вернее, даже не с управлением, а не разобравшись в дороге, как видите, я утопил машину. Странно, что дорога идет, и она заканчивается в этой луже. Ну, ладно. Дальше пришлось, естественно, бежать без машины. Такси я вызывать даже и не стал. Не знаю, работает здесь такси не работает. В общем, я не стал вызывать такси, я побежал пешком. По задумке автора, утопленные или разбитые машины после ДТП можно получить на штрафной стоянке. Ну, а РП, которое здесь происходит, как раз сейчас вы и видите. Уже не раз я вам показывал, что вот такой вот бардак творится здесь повсюду. Это не атмосфера РП проекта, это атмосфера фанового проекта, какого-то беспредельного проекта. Ну, да оставим их в покое, пускай беспределят там. Мы пойдем вот в эту будочку. Здесь надо взаимодействовать с этим триггером, чтобы получить свою машину. Выходим, и теперь надо ее найти. Она стоит у нас в среднем ряду, как мы видим. Ой, господи, вот бардак творится. Да, кошмар. Но нет атмосферы РП. Вот нету. Есть атмосфера бардака. Серьезно. Ну, не очень приятно здесь находиться. Ладно, получаем свою машину и отъезжаем дальше в сторону мэрии, чтобы получить следующую работу. Саму мэрию я уже перестал показывать, потому что нет в этом никакого смысла. Один раз съездил, два показал, что где это делается. Ну, понятно уже по умолчанию, наверное, что берем всю работу мы в мэрии. Вот я съездил за кадром в мэрию, взял работу. И теперь мы приезжаем на некую грузовую базу, чтобы уже устроиться на эту работу и прокачать себе второй уровень. База находится, как и все здесь, атмосферно, здорово. Паркуем и устраиваемся на работу. И здесь нас встречает и уже немного в другом стиле табличка. Она нам гласит о том, что здесь можно, вернее не можно, а нужно брать машину в аренду. И арендованные машины подразделяются на категории. Если быть точным, на категории вашей прокачки. Если ваш уровень еще низок, то вам ограниченное количество машин доступно. А вернее даже одна. У меня еще нет прокачанного уровня, поэтому я могу взять только самую начальную машину. Здесь же мы выбираем и работу, какую мы хотим. Как видите, работы тоже подразделяются по уровням. Ну, я выбираю работу, какая мне подходит по моему левелу. Ну и, наверное, будет более грамотно говорить не работы, а заказы. Как видите, здесь есть виды грузов. И мы их себе выбираем. Я выбрал вид груза. Теперь нам надо получить машину. Она, кстати, спамится очень далеко. Вот, пожалуйста, еще один РПшник. Машинка находится далеко. Не сразу поймешь, где она. Я опять побегал, посмотрел. Ну вот, садимся в машину. Ну, если вы уже играли в GTA, то внутри машинка вас ничем не удивит. Это обычный. По-моему, грузовики здесь все выглядят одинаково. Ну, может быть, пара разновидностей кабину представлена. Сейчас точно утверждать не буду. Ну, в общем, обычный стандартный грузовичок. И выдвигаемся на точку, где мы взяли заказ. То есть, заказ высвечивается. Его надо, правда, искать самому. Ну, едем, в общем, забирать заказ наш. Заказы тоже разбиты по логическим точкам. То есть, если вы взяли там доставка досок, вы приедете на деревообрабатывающий комбинат. Если вы взяли доставку цемента, то на какой-то заводе приедете. Ну, то есть, присутствует логика в игре. Ну, вот, мы подъезжаем на точку, которую я выбрал. И идем, как бы, брать груз. И заметьте, опять присутствуют промежуточные действия. Вот, не буду спорить, хорошо это или плохо. Мне, например, это больше нравится. Если бы это еще было более натуражно обставлено, например, был бы какой-то кабинетик, сидел бы какой-то там NPC, выдавал эти заказы. Было бы еще интереснее, красивее. Ну, вот, мы взяли наш заказ и теперь уже выдвигаемся на точку доставки этого заказа. Точки доставки распределены тоже очень грамотно и логично. Конечная точка будет всегда там, где недалеко вы сможете взять новую. Не прямо уж на той же точке, но эта точка будет, так назовем ее, в пошаговой доступности от точки, где вы возьмете новый заказ. Что, конечно же, минимизирует ваши пустые, так назовем, перегоны. И сокращает вам время для того, чтобы заработать деньги. Сами же маршруты проложены по промзонам, что тоже очень здорово влияет на саму харизму этой работы. Вот, как видите, мы приезжаем в порт для точки разгрузки. То есть, это не какой-то там центр города или деревня, где выбрана точка. Нет, она выбрана очень натуражненько в порту. Сам процесс, конечно же, вот такой простенький. Заезжаем на триггер и все, заказ выполнен. Ну и все, в общем-то, с этой работой, в общем-то, разобрались. Прокачивать уровень до второго я буду только за кадром. Ну, а сейчас мы вот приехали на то же место, где я оставил машину. И тут оставим нашу рабочую машинку и садимся уже в свою. Ну и дальше, друзья, я поехал опять в сторону мэрии, чтобы поменять свой вид деятельности, да. Там надо подойти к МПС, напомню, и отметить, что вы эту работу закончили и начать новую. Но по пути я впечатался вот в этот барьер и, естественно, вылетел через лобовое стекло и разбился. Вызвал скорую. Скорая ехала, по-моему, 4 минуты. Ну, это, на самом деле, даже не их беда. Они приехали, но они стояли надо мной. Я слышал, как работают сирены. Вот. Потом прилагала скорая, все-таки это на нужное место. И вот сейчас посмотрите, как хорошо и грамотно отыграно. Какие диалоги используются в игре за медика. Вот слушайте. Здравствуйте, долго вы что-то? Что, я безнадежен? Нормальный способ лечения. Ну вот, наконец, она меня подняла. Ну, как вам отыгранная игра за медика? Как красноречиво, да, и четко поставлена речь. Не знаю, как хорошо будет слышно, но я пытался с ней заговорить, вывести ее на диалог. Но здесь всем наплевать. Как я уже сказал, как такового РП здесь нет. Разговаривать с пострадавшим, мотыгывать роль медика, вступать в диалоги, нет. Такого здесь не слышали. Это проект про другое. Я уже показывал вам, как здесь ведут себя полицейские, да. Ездит, всех таранит, там, заезжает он на ступеньки мэрии. Вот вам показал, пожалуйста, как себя ведет медик. Вот такое здесь РП. Почему этот проект находится в списке серверов с названием Antares RP, не знаю. Мне кажется, что для подобных проектов надо какие-то придумать другие названия, там, Free Life. Ну, что-то, потому что, ну, ни от какого отношения этот проект к РП, к роли-плей, не имеет. Как видите, здесь никто не играет никаких ролей. Все тупо гоняют, ищут ресурсы. Никто не отыгрывает свои роли. Бог его знает. Почему РП? Не знаю. Ну, я хочу в этом разобраться. Может быть, я чего-то недопонимаю. Это новый для меня проект, поэтому мне хочется в этом разобраться. Ну, а разбираться в этом и смотреть еще на какие-то фишки этого проекта, на дальнейшие работы и дальнейшие задания, которые представляет этот проект, мы будем уже, наверное, в следующей части. А на этом у меня все. Увидимся в следующем видео. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok